всем привет с вами канал все про android сегодня у нас на обзоре портативная bluetooth колонка от blitzwolf модель bwf3 так принципе незамысловато blitzwolf называет все свои девайсы несмотря на это они делают все в очень качеством исполнения я коротко пробегусь по основным характеристикам далее на экране вы увидите все характеристики подробно то есть вес продукта колонки самой 425 грамм в ней установлены два динамика по 5 ватт размером диаметром 40 миллиметров частота от 160 герц до 20 килогерц версия bluetooth 4.0 и заявлена защита ipx 5 то есть защита от брызг не от подгружения от струй вот так вот выглядит сама колоночка мы немножечко сейчас посмотрим на внешний вид принципе интерфейс сзади впереди не отличается она поступает в двух цветах вот в таком вот оранжевом черном и синим черном вверху находится сейчас мы включим индикатор подключения bluetooth далее кнопка питания кнопка громкость плюс громкость минус они же отвечают за перемотку треков то есть если вы слушаете они будут соответственно переключаться этими кнопками посередине расположена кнопка воспроизведения и паузы эта же кнопка отвечает за прием звонка то есть если вам идет звонок в колонку встроен микрофон соответственно вы нажав эту кнопочку отвечаете на звонок или же если вы хотите позвонить то нажатие на эту кнопку длинное нажатие позволит вам сделать звонок на последний набранный номер с вашего телефона по кнопочкам я думаю все понятно силиконовый ремешок с логотипом компании blitzwolf на мой взгляд он немножко маловат но он расстегивается если вам потребуется продеть туда руку можно будет снять вот так вот ремешок и продев руку кстати это не очень удобно застегнуть его вновь все организовано так чтобы при опущенной руке ремешок и колонка не соскользнула довольно таки плотный силиконовый материал вся колонка не выполнена из пластмассы закручена вот такими вот винтами под шестигранник с обеих сторон внизу расположена резьбовое соединение подходит для установки на штатив ну правда не совсем знаю для чего это надо но возможно для того чтобы она не бухала именно по столу когда работает сопряжение довольно таки простое достаточно зажать кнопку питания дождаться пока начнет моргать bluetooth индикатор и сделать это сопряжение на вашем android устройстве телефоне или же планшете прекрасно колонка законнектилась у меня по usb с персональным компьютером причем по usb у меня компьютер bluetooth подключен а вот таким вот и донглом usb 40 колонка поддерживает да и колонка кстати да поддерживает тоже 40 аккумулятор установлен на 2000 мили ампер часов какие-то сигналы мне подает колонка на 2000 мили ампер часов заявлено рабочее время 6 8 часов я прослушал колонку 4 часа она у меня была активна как пришла по заряду поддерживается колонкой сейчас мы ее законнектим отображение заряда поддерживается колоночкой отображение заряда в строке уведомлений ну соответственно это должна поддерживать прошивка видите аккумулятор то есть она подключается как гарнитура поскольку в ней есть микрофон и отображает заряд далее что по самой колонке прорезиненные ножки я забыл упомянуть слева справа здесь прорезиненные вставки под одной из которых находится помимо всего usb порт для зарядки и порт для подключения колонки по проводному интерфейсу через кабель мини джек три с половиной так он называется мини джек три с половиной миллиметра наверное внешний вид я думаю что ничего не упустил все понятно сейчас посмотрим по комплектации приходит колонка вот в такой вот невзрачной коробки но еще в комплектации есть кабель для подключения и кабель для подключения и для зарядки данной колонки сейчас подключим колонку как я уже сказал она великолепно подключается как персональному компьютеру так и к любому android устройству давайте посмотрим что она может проверим на какой-либо музыке звучание как вы понимаете ну телефон с которого я записываю данный обзор он не даст полного звучания но на мой взгляд она звучит довольно таки неплохо протестировал несколько песен кстати звучание с персонального компьютера мне не очень понравилось ну давайте включим музыку музыку будем включать через x player 3d на мой взгляд неплохо звучит я выбрал минуточку мы сейчас вот так поступил звонок все все я проверял просто как работает колонка видите что звоночек поступил мы его отсюда же приняли все проверим музыку музыка у нас 320 килобит в секунду давайте прослушаем музыка музыка Продолжение следует... Пауза. Ну, я понимаю, что, конечно, музыку так не послушать, но звучит довольно-таки неплохо. И то, о чем я говорил, последнее нажатие, мы совершаем опять вызов на последний номер, который нам звонил, или на который мы звонили. Все довольно-таки просто. Как я уже сказал, здесь расположен динамик, и общаться можно непосредственно по телефону. Легко и просто подключается колонка, как я уже сказал, по любым Bluetooth-каналам, будь то переходной USB или встроенной USB. Так что, на мой взгляд, колонка довольно-таки интересная. Сравнивал я ее по звучанию с Xiaomi колонкой, которая у меня есть. Довольно-таки неплохо, есть небольшие различия. Минус, конечно же, то, что колонка не поддерживает карт памяти. Ну, а плюс, соответственно, то, что она IPX5 и поддерживает подключение по кабелю. Не всегда есть возможность слушать по Bluetooth. Если у вас ноутбук, если у вас телефон, вы всегда можете воспользоваться такого плана колонкой для того, чтобы послушать музыку, даже если у вас накрылись динамики. Сейчас идет скидка на данные колонки на сайте Banggood. Все найдете в описании видео. Я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!